Я угощаю всех. Понятно. Да. Ну что, давайте напомним ещё одну группу, которая тоже гремела на всю страну. Внимание на экран. У меня сестрёнки нет, у меня братьишки нет, Говорят, детьми хлопут не вправо ровно. Что же будет на земле, через сто ближайших лет, Если мода на детей, совсем пройдёт. Ну что, вы не меняетесь, хочу вам показать. Прямо вам. Вы спите по 12 часов, скажите, как вообще? Да нет. Ой, ну это вообще сказочно было бы, если бы было столько времени, чтобы было выспаться хоть когда-нибудь. А так, как все, наверное. Если удаётся, 5-6 часов. Ну все в Новый год работают, а вы? Тоже, конечно. У вас есть предложение. Давайте посмотрим, как вы живёте. Вы всегда на виду, но никто не видел никогда ваш быт. Давайте. Наша семья появилась в день рождения, да, в 76-м году, в ноябре. 3-го ноября, в 76-м году. Да, уже 36 лет. Я увидел филармонию ядер. И мне она очень как бы приглянулась и понравилась. Я к ней, она никак. И вот это вот никак, она же, ну как же, ну я же мужчина, вы знаете сами, когда это трудно, этого надо как-то, ну, добиться, начались какие-то гастроли. Ну и, знаете, в автобусе же я подсел к ней, подставил своё плечо. А мне так спать хотелось. Я не заметила, как и всё, и на его плече. И как-то так мне тепло, и так уютно, хорошо. Просто на следующий день сказали у Тихановича и Поплавской, Роман. Роман. И вся филармония начала об этом говорить. Ну они начали говорить, я думаю, ну слава богу, а что нам скрывать теперь? При нашей сумасшедшей жизни, и мы так счастливы, что у нас есть ребёнок, есть продолжение, это очень важно. Всё время в поездках, а их бабушке, она как спела, я у бабушки живу, так у нас Настя у бабушки выросла. Сюжет, в общем, был в копейку, правда? Прямо вот как будто бы снят с нашей семьи. Ой, конечно, один ребёнок в семье, это... Это не так-то уж плохо. У меня сестрёнки нет. У меня братишки нет. Говорят, детьми хлопот не вправо. Рот! О! Что же будет на земле через сто ближайших лет, если мода на детей совсем пройдёт? Я понял, что Диана с Сашей своей песней «Что же будет на земле, если мода на детей совсем пройдёт?» накликали нам демографические проблемы. Ещё тогда, когда они пели, так сказать, такое грустное пророчество оказалось. Мы были, наверное, после съёмок на телевидении здесь, в России. И после исполнения этой песни, мимо меня проходила женщина и отдала мне записочку. Я открыл там, написано, «Дорогой Александр, благодаря вам, вам с большой буквы, у меня появилась третья дочь». Продолжение следует...